Доброго здоровья, друзья! Мы продолжаем наш плейлист со здоровительными и разминочными упражнениями. Сегодня мы поговорим про коленный сустав. Коленный сустав самый сложный в человеческом организме. Громадное количество образований могут быть испорчены и, как правило, портятся уже к 35 годам жизни. Малоберцовые, большеберцовые кости, а также бедренные. Надколенник, он же коленная чашечка. Передние и задние крестообразные связки. Передние и задние рога наружного и внутреннего мениска. Все это может страдать в силу разных причин, связанных с не особо правильной моделью движения. Длительным сидением, занятиями бегом, танцами, гимнастикой, боевыми искусствами, легкой и тяжелой атлетикой. Или занятиями ничего не деланием. Так или иначе коленные суставы страдают. Ортопеды рекомендуют отрезать родной и поставить титановый. Но мы не будем спешить и воспользуемся опытом лечебной физической культуры. Которая говорит нам о том, что включивши в адекватную работу мышцы, мы можем разгрузить страдающие костные и хрящевые структуры. И почувствовать себя значительно лучше, социализирование и даже вернуться к активности. Итак, друзья, первое упражнение направлено на восстановление подвижности укороченной группы передних мышц бедра. Так называемая четырехглавая мышца, она же квадрицепс, часто укорачивается, начинает тянуть за собой коленную чашечку над коленник, возникает хруст, боль, треск и в дальнейшем начинает страдать коленный сустав. Поэтому мы берем рычаг, это наша нога, и начинаем тянуть пяточку к ягодице, отводя бедро назад и немножечко в сторону. Если вам тяжело взять себя сразу за стопу, вы можете воспользоваться полотенцем, накинуть его на голеностопный сустав и удерживать себя за такую петельку. Также по необходимости вы можете поддерживать равновесие с помощью опоры, а стенку, колонну, стол, подоконник, то, что вам будет удобно. Потянули немножечко в пассивном режиме, пробуем включить динамический. Выдох, я стараюсь разогнуть ногу в коленном суставе, при этом включается в работу поясница. Вдох, я подтягиваю стопу к ягодице. Выдох, разгибаю ногу в коленном суставе. Вдох, подтягиваю к ягодице. Выдох и вдох. Итак, стараемся сделать 10-12 раз. Отпускаем ногу, чувствуем, идет приятная волна крови, а значит новых питательных веществ для коленного сустава. Если тугоподвижность мешает вам выполнить это движение в полном объеме, делайте его в том, в котором оно допустимо. Упражнения полезны даже для людей, которые перенесли операцию по замене родного и по постановке искусственного сустава. Второе упражнение более активно задействует надколенник и устраняет его укороченность, так называемый патолофеморальный синдром. Для того, чтобы правильно выполнить это упражнение, нам нужно основание наших ладоней поставить на коленные чашечки. Чуть-чуть сгибаем ноги, укладываем коленные чашечки в наши ладони, так, чтобы верх коленной чашечки соприкасался с основанием ладони. И стараемся немножечко сместить коленные чашечки вниз. Настолько, насколько возможно. С выдохом разгибаем ноги в коленных суставах, наклоняясь вперед. При этом коленные чашечки едут вниз. Со вдохом удерживаем коленные чашечки внизу, а ноги стараемся согнуть в коленях. Выдох, смещаю коленные чашечки вниз, разгибая ноги настолько, насколько мне позволяет моя подвижность. Вдох, ухожу в согнутое положение. Выдох, вдох, выдох, вдох. И так я делаю 7-12 раз. Для того, чтобы повысить эффект от этой практики, я рекомендую вам разогреть ладони и укладывать уже разогретые, тёплые ладони на коленные суставы. Третье упражнение подойдёт для тех, кто хорошо освоил первые два. Без предварительной подготовки и разминки я его не рекомендую. В этом упражнении мы пытаемся вспомнить детскую игру. Помните, когда надо было пяточками шлёпать по ягодицам? Необходимо, постепенно увеличивая амплитуду и скорость движения в коленном суставе, добиться момента, когда пятка бьёт или почти бьёт по ягодице. Полная версия упражнения выглядит как три движения. Удар назад, удар вперёд и ещё один удар назад для увеличения эффекта. Итак, затем то же самое, после небольшой разминки я стараюсь выполнить со второй ноги. Начинаем работать, чередуя ноги. Желательно сделать серию из десяти движений на каждую ногу. Финальное упражнение вовлекает в правильную работу мышечно-сухожильные структуры и помогает ещё более усиленно прокачать коленный сустав кровью, лимфой и новыми питательными веществами. Для того, чтобы безопасно выполнить это упражнение, даже имея проблемы с коленным суставом, нам понадобится стеночка. Подошли к стенке почти вплотную пяточками, прижались крестцом, затылком, лопатками. И дальше начинаем легонечко сгибать колени, уходя в комфортное для нас приседание. Обратите внимание, коленные чашечки не выходят за проекцию носков. Мои колени не направлены внутрь или наружу. Колени находятся чётко в проекции стоп. Чётко над ними. У кого-то это движение будет совсем короткое. Кто-то начнёт делать и почувствует, что вот ниже уже страшно или некомфортно. Кто-то сможет присесть низко. Здесь всё индивидуально. Важно то, что мы вытягиваем руки вперёд. Представляем, что мы удерживаем нашими руками большой энергетический шар. И начинаем стоять, добиваясь возникновения через некоторое время такого специфического ощущения потрясывания, внутренней дрожи. Не надо этого пугаться. Это мышцы вовлекаются в новую работу. Если вы испытываете болезненность, можно немножко разогнуть ноги, стать выше. Если всё комфортно, постарайтесь потерпеть ощущение тряски хотя бы 3-5 дыхательных циклов. Потерпели. Разогнули ноги, опустили руки. Поднялись и сразу же почувствовали, как новая кровь побежала, застроилась не только в коленные суставы, но и в позвоночник, в руки, в голову. Это упражнение очень полезно. Оно в целом сильно повышает резерв человеческого организма. Лучше делать его в 2-3 подхода. Принципиально важно, чтобы не было боли. Раз. Два. Желательно стараться прижать шейный прогиб, поясничку к стеночке. Сохранять ощущение стены у себя за спиной. Лучше постоять подольше, с более выпрямленными ногами, чем уйти ниже и подвергнуть себя ненужной значительной нагрузке. Очень медленно, постепенно, месяц за месяцем, это упражнение будет возвращать энергию и силы не только в ваши коленные суставы, но и во всё ваше тело. Включите эти упражнения в свой комплекс утренней и вечерней гимнастики, разминки и почувствуйте, как ваше тело обретает новые возможности. А если вас интересует вопрос глобального оздоровления позвоночника и суставов, переходите по ссылочке под этим видео и пользуйтесь моей бесплатной социальной программой «Древо жизни. Восстановление позвоночника и суставов». Здоровья вам! Продолжение следует...